Послание Отца Абсолюта 21 января 2021 года Иллюзия Победы Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодняшнее мое послание адресовано тем из вас, кого постигло разочарование, а кто-то даже впал в уныние в связи с неожиданной развязкой ситуации в стране, которой в последнее время было приковано внимание всего мира. Вам показалось, что силы тьмы победили. Но разве бывает такой победы, родные мои? На самом деле это настоящее поражение, поскольку люди, якобы пришедшие к власти, ненавидимы не только своим народом, но и многими людьми во всем мире, которые видят истинную картину происходящего. Так называемая инаугурация превратилась в настоящий фарс, наглядно продемонстрировав всему миру, до какой степени низости и абсурда можно дойти путем лжи и обмана. Те из вас, кто хорошо чувствует энергии, могли ощутить, что вся эта гротескная церемония была наполнена энергией страха. Он буквально висел в воздухе. А на физическом плане это выражалось в присутствии огромной армии, заполонившей город. От кого они охраняли эту кучку преступников, собравшихся вместе? От народа, которыми они присягали служить. Эти люди, а вернее нелюди, действовали по шаблону, по своим отработанным веками программам, в основе которых лежит коррупция и круговая порука, пронизывающая практически все властные структуры по всему миру. Но сейчас эта основа под ними зашаталась, и они чувствуют себя весьма неуверенно, хотя до последней минуты стараются сохранить лицо. Они уже прекрасно знают, что разоблачены, и что терять им уже нечего. Поэтому они решили, что лучшей защитой в подобной ситуации явится нападение. Но все, что они предпринимают сейчас, каждое их слово и каждое действие оборачиваются против них самих, все больше обнажая их истинную суть, безжалостную, бесчеловечную, извращенную и циничную. Их первого победы обернется против них самих в самое короткое время и лишь ускорит их падение, поскольку пробудит сознание даже тех людей, которые раньше не задумывались о судьбах мира, а жили своей тихой обывательской жизнью. Но сложившаяся ситуация затронет теперь каждого человека, независимо от его мировоззрения и социального положения. Такая встряска сознания в дополнении к пандемии искусственно навязанной человечеству все той же кучкой нелюдей, захвативших вашу планету, вызовет такую волну возмущения и одновременно единения людей, что она окончательно сметет с лица земли этих жалких марионеток глубинного государства и всех их приспешников. Люди перестанут бояться, поскольку поймут, что теперь они действительно оказались на краю пропасти и что их судьба находится в их собственных руках. Как это не прискорбно, дорогие мои, но теперь только так можно пробудить население планеты, показав им беспрекрас, кто ими управляет и что их ждет впереди. Поэтому вместо того, чтобы скорбеть и унывать, помогите энергетически тем отважным людям, которые уже начали вскрывать нарывы общества и разоблачать все деяния глубинного государства, кто, не жалея своих сил и рискуя своими жизнями, пытается спасти человечество от гибели. Помогите им и физически, объединяясь в группы и сообщества, подписывайте петиции и протесты против царящего в ваших странах произвола, защищайте себя и своих детей всеми доступными вам способами. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.